Всем привет, все желающие, я думаю, сюда пришли. Меня зовут Александр Зенин, я являюсь руководителем музея киноаппаратуры, который располагается в Московской консультурной школе и являюсь членом союзов-кинотографистов. Первым моим увлечением в жизни и первой профессией стала настройка фортепиана. Ну, такая достаточно профессия сейчас в современном классификации не существующая, потому что говорят, что настройщика фортепиана не существует, поэтому наша профессия называлась не настройщик, а мастер по настройке и регулировке клавиш инструментов, музыкальных инструментов. И в тот самый момент я увлекся такими интересным отрывком от фортепиана, от вообще молоточковых инструментов, как механической фортепиана. Ну, наверняка вы все слышали или даже видели, смотрели фильм Михалкова, который называется «Неоконченный пьесок механического пианино». Только там нам механическое пианино не показывают, собственно, сам проигрыватель, где идет программа, в которую она играет. Ну, потому что, естественно, все эти механические пианино из нашей истории ушли еще в 30-е годы, и в частности в России их не стало после 17-го года, они планомерно уничтожались, фабрики, которые их делали, и фабрики, которые записывали вот эти бумажные рулоны тоже были уничтожены. Очень сложно найти, на самом деле, сейчас историю упоминания о них, потому что берешь бульку перфолента, на ней написано «Петроградская фабрика, но для механических фортепиано», а истории этой фабрики, собственно, нет. Что это было, как это было, чье это предприятие было. На сегодняшний день известно, что в Российской Федерации, ой, в Российском мире, простите, было таких фабрик как минимум три. Одна располагалась на территории Украины, а в Киеве была киевская фабрика, копировальная, которая делала эти перфоленты, была московская фабрика, и была Бетроградская фабрика в Петербурге. Значит, эти инструменты, что это такое вообще? Это устройство для автоматической игры на фортепиано. В XIX веке очень сильно развивались различные механические музыкальные инструменты. Это были музыкальные шкатулки, это были различные шарманки, это как бы орган, назывался еще дорожный механический орган, уличный орган, у которого есть приводная ручка, внутри есть программа. Чаще всего эта программа тоже была на такой бумажной конференции, по которой играла эта шарманка, как орган. Там были такие же меха, как у механического пианина. Был развит такой инструмент, который назывался дисгармонией. Наверняка вы тоже слышали о таком инструменте. Это похоже на пианино с клавишами, как у пианино, и с двумя такими же большими педалями, которыми непрерывно нужно откачивать воздух и нажимать на клавиши, и играет это как гармония. Плюс там есть куча разных регистров, которые превращают этот инструмент в такой мини домашний орган. В 1895 году в Соединенных Штатах Америки изобретатель, физик Скотт Джей Боттей изобретает устройство для игры на любом клавишном инструменте, который он называет пианолом. Первая пианола умела играть только 52 из 88 возможных клавиш. Тогда инструменты подразделялись на классификацию 88 клавиш и 85 клавиш. Его устройство представляло точно такое же подкатное устройство, у которого были деревянные пальцы, которые надвигались над клавиатурой рояля или пианино. И точно так же по перфоленте считывалась программа на фиге, что собой представляет перфолент. Вот перфолент, оригинальное, начало прошлого века, где-то примерно 1906 года. Это запись, в данном случае, пятая приюте Трахманинова, которая сейчас простучит. Это была уже более совершенная запись, сейчас чуть про это тоже расскажу. Значит, смысл был такой, что по горизонтали располагаются отверстия, соответствующие каждой ноте на фортепиано, от более низкой к более высокой ноте. Длина прорези означает ее длительность, сколько она звучит в момент времени, когда перфолента перематывается с одной катушкой на другую. Ну, соответственно, с развитием пианола, первая артена пианола была на всякие ноты, потом все стандартизировали. И эти перфоленты стали уже называться стандарт 65. И на территории Америки существовал стандарт, по которому делались по патенту, поэтому делались механические пианино, и делались эти перфоленты. Соответственно, все друг-другу подходило. Где-то в 1908 году появляется новый стандарт, который называется 88, когда уже задействован весь звукорядка пиана, потому что поняли, что механическое пианино может воспроизводить то, что невозможно, то, что невозможно сыграть руками. И различные композиторы того времени начали использовать эти, скажем так, музыкальные инструменты для того, чтобы записывать более сложную, более интересную музыку, более новые направления. В частности, наши соотечественники были Скряпин и Стравинский из известных. У Стравинского вообще был целый цикл произведений, и первое произведение так и называлось «Итюб для пианологов». Это произведение, которое было написано специально для механического пианино, потому что доподлинно известно, что сам Стравинский играл крайне плохо. И вот эти произведения набивались вручную по нотам вот на таких бумажных перфолентах. Ну, собственно, как оно работает? Работает оно достаточно сложно. Это пневматический механизм. Он работает на вакууме, на разряженном воздухе. Вы сейчас увидите, что я буду ногами откачивать воздух с помощью больших педалей, которые внизу этого устройства. Дальше приводится в движение вакуумный мотор, который состоит из трех таких мехов, которые по очереди сокращаются. Принцип работы немножко напоминает двигатель внутреннего сгорания. Тоже такой коленчатый вал, тоже такие горшни. И вот он приводит в движение механизм, который перематывает перфоленту относительно читающего устройства. А читающее устройство — это такая планка с отверстиями. И к каждому отверстию подведена трубочка. И эта трубочка проходит в сложную систему клапанов, которые располагаются вот в этих четырех рядах. Каждый клапан связан с маленькими такими мехами. Меха, представляете, что это такое? Как только отверстие появляется на читающем устройстве, то есть на этой бумажке, в принципе, все время перфолент как-то присасывается вакуумом к этой читающей головке. Как только появляется отверстие, срабатывает клапан и открывает ток воздуха к этим мехам. Меха сокращаются и через систему рычагов нажимают на определенный палец. Таким образом происходит воспроизведение того, что здесь записано. Но это будет тогда мертвое произведение. Оно прозвучит, и говорили даже раньше, играет как механическая пианица. Для того, чтобы разнообразить, стали придумывать различные, скажем так, примочки к этому инструменту. Он позволяет увеличивать или уменьшать скорость. То есть, если мы выставим трычажок вот этот вот, который здесь выглядит, в одном положении, то скорость у нас не будет меняться. Независимо от того, буду быстро я нажимать на педаль или медленно, там система стабилизации не позволит увеличивать скорость мотора. Поэтому она увеличивается и уменьшается пропорционально с помощью вот этого рычага. Есть еще два рычага, которые делят пополам клавиатуру. Басовая часть вот этот рычаг отличает, дискантовая, сопрановая вот этот рычаг. Соответственно, плавно зажимая этот рычаг, у меня увеличивается, уменьшается громкость. Если я резко буду нажимать на одну из педалей, то у меня будет максимальная выдача энергии в клавишу. То есть аккорд прозвучит или клавиша это прозвучит максимально громко. И есть еще рычаг, который связан с правой педалью рояля или пианино. Когда я нажимаю на правую педаль, у меня звук становится длинным. Ну, если кто не знает, что такое правая педаль в рояле, продемонстрирую. Если я просто нажму на клавишу рояля, это будет короткий звук. А если я нажму педаль, он будет длиться, пока я не отпущу. Соответственно, если я нажал аккорд, то же самое. Ну, долго рассказывать не буду, давать за технические подробности. Я думаю, что в конце, кому будет интересно, подойдете, я еще близко все расскажу и покажу, потому что каждый из вас не сможет. Сейчас вы видите, как это работает, а проиграю первое произведение, которое написал Сергей Васильевич Рахманин. Это прелюдия Матерпиад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой технологии Эта пианола Выпущена в 1912 году У нее есть два формата Она может воспроизводить И старые перфоленты и новые Для этого нужно надеть специальный переходник И перевести Читающую головку В верхний режим Там где уже 88 Переводится в рычажков И стали писать Всякую такую интересную Как сейчас называют Обсовую музыку Это произведение, которое сейчас прозвучит Вы все узнаете И наверняка вы удивитесь, что написано Оно было очень давно Потому что эта перфолента тоже 2012 года Она очень-очень старая и редкая Сейчас я только проверю Как у нас все совпало Это другой формат А у нас все совпадает Смотрим, как оно называется Смотрим, как оно называется На самом деле И по следующей степени Смотрим, как он И перезвучит И... 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 Это... И... 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 Простите, не в той тональности играю перфолента, потому что старый формат имеет немножко другие настройки, поэтому я открываю сюда верхнюю часть, чтобы вам видно было, как все это работает, чтобы ориентироваться все-таки. Следующие уже перфоленты будут все в этом формате, поэтому проблем не возникнет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Это произведение называется «Танго, тико, тико». Ну, а дальше послушаем американская классика. Это такое направление как раз развивалось, когда активно внедрялись механические пианино в дома. Даже есть статьи, в которых указано, что механических пианино, пианино, в которых встроен этот механизм, было продано в разы больше, чем обычно. Потому что с этим механическим пианином можно и подыгрывать ему были перфоленты, на которых, например, записана только партия левой руки или только партия правой руки. Были обучающие перфоленты, на которых написаны ноты и можно было играть совместно с механическим протебианом. Если вы заметили, в первой ряды, наверное, заметили, что на шалозе что-то забудет. Я буду сейчас. Соответственно, на первой.